Всем привет, это я Антон Ткаченко и вы на канале Кадр. Godox смогли, они взяли и объединили технологию RGB света и LED постоянный свет в одном корпусе. Сегодня мы будем смотреть на Godox SZ150R. И ответ на вопрос, нужен ли тебе такой свет, мы узнаем в конце видео. SZ150R это 150-ваттный световой бикалорный прибор слэш RGB светильник. И это прекрасно, вы можете получить в одном устройстве все то, для чего раньше надо было несколько разных LED приборов. Многие пользователи давно ждали такое решение от недорогого производителя. У нас тут и настраиваемая цветовая температура от 2800 до 6400 кельвинов и полный спектр RGB цветов. Продолжение следует... Лето уже совсем скоро, а твои прошлогодние солнечные кадры с дрона до сих пор лежат на полке? Стряхни с них пыль, найди на Epidemic Sound трендовый трек и динамично нарежь под бит. Может быть именно твой ролик выстрелит на YouTube и наберет миллионы просмотров. У тебя сейчас нет денег? Не проблема. По ссылке в описании месяц бесплатного использования огромной музыкальной библиотеки. С удобными фильтрами по разным стилям музыки, темпу трека, с возможностью найти похожие треки на тот, который тебе уже понравился. А также все треки можно качать как полным миксом, так и без вокала или только отдельными инструментами. За месяц бесплатного использования вы можете загрузить в YouTube либо Instagram хоть сотню разных видео с музыкой Epidemic Sound. И даже если потом вы отмените подписку, которая, к слову, стоит всего 13 евро в месяц, то монетизация на опубликованных роликах останется навсегда. Мы с Олегом пользуемся этим сервисом уже примерно 2000 лет. И всем советую, ссылка вон там. Сделайте, наконец, конфетку из ваших футажей. Прежде чем мы перейдем к подробным характеристикам, давайте посмотрим на комплектацию, которую вы получите, покупая этот цвет за рекомендованный ценник в 560 зеленых президентов. Все упаковано вот в такую жесткую сумку для переноски. Спереди, конечно же, лого Godox. Сумка хорошего качества и приятная на ощупь. Со всех сторон надежно защищает то, что лежит внутри. А снизу есть пластиковые ножки. Сразу под крышкой есть карман для всяких мелочей. В основном отсеке между мягкими разделителями лежит, собственно, сам прибор. Еще в комплекте идет стандартный рефлектор, адаптер питания от розетки и клипсы крепления на стойку. Вы можете закрепить его на стойке, чтобы он не валялся под ногами, что, между прочим, очень удобно. И страховочный тросик. У меня, правда, он не вызывает ощущения надежности. Вообще, в продаже можно найти более дорогую комплектацию, в которую входят шторки, гелевые фильтры и пульт дистанционного управления. А у меня бомж-вариант, где только сам свет. Уже стандарт для света Godox это Bayonet Bowens. Поэтому все аксессуары, накопленные временем, вы, конечно же, тут можете использовать. 150 Вт это уже достаточно много. Можно ставить более короткие выдержки, если вы хотите снимать слоу-мо. Ну или, не подымая ISO, получить большую глубину резкости, снимая на закрытых диафрагмах. Это может быть полезно при съемке предметов. SZ-150R по своей конструкции очень похож на Godox SL-150 Mark II. У него есть такая же система активного охлаждения. Вентилятор можно при необходимости выключить. Но помните, что тогда вам будет доступно 35% от общей мощности. А в RGB режиме 75. Касательно звука, я бы не назвал его сильным. Но, конечно, при записи интервью, если вы будете работать на максималках, то микрофон может захватить звук пропеллера. Еще одна уникальная функция этой модели, кроме RGB цвета, это то, что он может фокусироваться. Смотрите, этой ручкой я могу двигать лампу наружу и внутрь корпуса. Луч света будет сужаться в диапазоне от 20 до 65 градусов. Тем самым можно контролировать поток света, делая его более мягким и рассеянным, или более сильным и сфокусированным. Сам LED-чип спрятан за диффузором, который сделан из вот такого матового стекла, которое дает приятное смягчение. Как и на предыдущих лампах Godex, поворотный механизм состоит из специальных зубцов, которые хорошо держат свет в нужной позиции. Закрепить его, кстати, можно несколькими способами. Теперь давайте рассмотрим общую функциональность SZ150R. Сзади есть большой цветной LCD-экран, на который выводится вся информация, которая вам может понадобиться. Из управления нам доступно несколько кнопок для переключения режимов, а также два регулятора для изменения настроек. Крутятся они с маленькими щелчками и на них можно нажимать. Яркость тут регулируется от 0 до 100%, с шагом в 1%. Это дает очень точно настроить вашу экспозицию. Производитель заявляет характеристики CRI 97%, а TLCI 96%, что обещает очень точные цвета и хорошая цветопередача. Нам доступна и регулировка цветовой температуры. Это помогает подстроить свет так, чтобы он идеально выглядел у вас в камере. Доступен хороший большой диапазон от 2800 до 6400 Кельвин, от теплого к холодному. Когда у вас, допустим, разные источники света, вы можете привести SZ150R максимально к одинаковому результату с любым другим прибором. Это возможно еще и потому, что тут есть регулировка тинта, сдвига зеленого и мадженты, что дает возможность накрутить идеальный баланс белого. Кстати, эта функция некорректно работала на старых версиях прошивки прибора, но Godox уже все пофиксило. И обновить прошивку можно через мобильное приложение или через специальный USB-порт на задней панели. Режим Hue Saturation Luminance, то есть цветной свет, это, конечно, главная фишка в SZ150R. И работает он очень хорошо. По сути, вам доступны абсолютно все цвета. Вы выбираете цвет, далее можно настроить его насыщенность и яркость. А теперь с помощью вот этого люкс-метра давайте протестируем световой поток, который выдает SZ150R. Замеры я буду делать с расстояния 2 метров на максимальной мощности в режиме разных цветовых температур, с рефлектором и без рефлектора. А также, конечно, замерим RGB цвет. Замеры показали, что световой поток в рефлектор в 4-5 раз мощнее, чем без рефлектора. Яркость зависит от световой температуры. На 2800 Кельвин она в среднем на 1500 люкс меньше, чем на 6500. То есть, яркость нестабильно одинаковая на всем диапазоне от холодного к теплому. По RGB ситуация интересная. Цветной свет оказался в 3 раза темнее обычного. То есть, по сути, у вас 150-ваттный прибор обычного света и 60-ваттный прибор RGB. Это же подтвердили и замеры потребляемой мощности. Обычный свет на максималке берет 160 ватт, а цветной в среднем где-то 60. Выбирая SZ150R, учитывайте, что цветной свет будет сильно выступать в яркости обычному. Тут есть Bluetooth, по которому можно присоединиться к мобильному приложению Godox Lite и управлять светом сразу с телефона. Еще тут есть встроенные световые эффекты. Ваша любимая скорая помощь, полиция, огонь, телевизор и даже салют. Всего можно выбрать из 13 эффектов, а у некоторых программ даже есть пару вариантов по интенсивности. Общее качество сборки очень хорошее. Это комбинация пластика и металла. В целом, хорошо, как и все последнее, что выходило у Godox. По дизайну можно отметить, что на зажиме нарисовали спектр цветов. Ну, чтобы уточнить, что это RGB свет, но мы и без этого знаем, что он такой. Этот яркий элемент немного отвлекает на себя внимание. В остальном, без претензий к дизайну. Кстати, разъемы DMX хорошо спрятаны под заглушкой сбоку корпуса. По перегреву также нет никаких проблем. Он не перегревается. Работает, как и все остальные цвета от Godox. Основное преимущество – это очевидное разнообразие света, которое выдает SZ150R. Это и RGB, и обычный свет разных цветовых температур, а также сдвиг цветового оттенка, что дает возможность создавать необходимый в творчестве цветовой контраст и матчить переборы с другим освещением. Также в плюс мы запишем и Bayonet Bones, который позволяет использовать кучу разных насадок для формирования светового рисунка, типа линзы Фринеля, спота, различных саутбоксов и сфер. Следующий плюс – это то, что светом можно управлять из приложения. Там доступен абсолютно весь функционал, и работает это все отлично и интуитивно понятно. Также возможность обновления прошивки и особенно обновления по воздуху – это тоже плюс. Преимущество отнесем – возможность выключать вентилятор. Да, вы потеряете в максимальной мощности, но при этом получите бесшумную работу прибора. Самым большим недостатком Godox SZ150R, я считаю то, что он не может работать от батареи. И это прискорбно, потому что такая возможность сильно бы расширила сферу использования этого прибора, особенно для фильммейкеров. Зум оказался достаточно бесполезной функцией. Ну, лично я не придумал, как это можно использовать в моей работе. Да, SZ150R от этого не становится хуже, просто необязательная функция. Также бесполезной функцией отнесем и половину световых эффектов. Возможно, полиция с телевизором или костром вам когда-нибудь пригодится, но все остальное – это чистое баловство. Они пока не выглядят очень реалистичными, и было бы неплохо дать им больше вариантов для кастомизации. Мобильное приложение, хоть и позволяет регулировать настройки, все еще достаточно сырое. Например, если вы выберете какой-нибудь цвет, то его никак нельзя сохранить. Надеюсь, это поправят в будущем. Прибор у нас пока что не продается, но его стоимость в Америке – 560 баксов, что очень дорого. В качестве основного его брать особо смысла нет, так как в большинстве случаев нужен просто мощный прибор с правильным цветом, как главный рисующий. С другой стороны, если посмотреть в Е-каталоге на цену обычных приборов Апутюр, без RGB и даже без бикалора, то есть просто моноприбор с одной цветовой температурой, то 150-ваттный Апутюр 120D второй версии оказывается на 300 баксов дороже. Хотя, если вам нужен простой, недорогой, бикалорный прибор без RGB, то можно глянуть бюджетную линейку Апутюр – Амаран 200Х и Амаран 100Х. Они стоят существенно дешевле решений от Godox. В качестве рисующего крайне советую поискать Godox SL-152-й версии. Он очень качественно сделан, тоже 150-ваттный, но стоит в два раза дешевле SZ-150R. И по факту на своей единственной возможной световой температуре будет светить даже ярче. Все ссылки на световые приборы смотрите в описании. Godox SZ-150R – это очень универсальный, креативный арт-свет. Думаю, он хорошо проявит себя в клипах, биролах, фильмах, там, где нужен RGB-функционал, ну и в YouTube-роликах. Я считаю, что он не подойдет тем, кто покупает себе первый свет. Дело в том, что он может так много предложить и разные цвета, и цветовую температуру, что он будет хорош в дополнение к какому-нибудь основному свету. Поэтому, если вас интересует рисующий свет, купите что-нибудь попроще. А SZ-150R возьмите тогда, когда нужно будет создать атмосферу, интересный контровик в дополнение к вашему основному рисунку. На этом все. Не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Обязательно лайк, шер и пост. И до новых встреч!